Субтитры делал DimaTorzok Конечно, опять удалят, как и называется, комментарии, но придется так снимать, ничего не поделаешь. Вот так вот ребеночка закрою ножками, коленками. Что могу сказать? Я на море где-то до вторника. Сегодня вечером собирается быть гроза летняя. Мы здесь рядом, в апартаментах. Вчера мне написала моя адвокат, что ей нужна справка о доходе с прошлого года. Сколько я заработала денег в прошлом году. Ну, я ей послала сертификат. Настасья Филипповна, добрый день. Вы знаете, что за сертификат. Ку называется, да? В общем, оказалось, что у меня зарплата... Ну, я не буду говорить, но оказалось, что она выше того, чтобы я бесплатно имела адвоката. В том смысле, что должна платить за адвоката, за своего, за моего. Так как доход оказался больше, чем положено, когда ты берешь бесплатного адвоката у итальянской системы. Как же это сказать по-русски? Потому что я никогда в жизни до этого случая адвокатов не брала. Поэтому даже не знаю, как правильно это сказать. В общем, в Италии дают и бесплатных адвокатов, как взяли две птички. Хотя они там сделали видео, что я вымогательница. Что я такая бедная, несчастная. И я все это сделала, симулировала, да, называется. Чтобы вымогать у них деньги, потому что они состоятельные, богатые до небес. А оказалось, что они как раз-таки вдвоем взяли бесплатных адвокатов у города, у правительства Италии. Боже, как это будет по-русски называться, даже не знаю. И они сделали вид, что они бедные и несчастные, нигде не работают. Хотя они заработали столько денег на Ютьюбе, во-первых. Во-вторых, во-вторых, во время пандемии были по 4 миллиона просмотров у Синички. А у этой скворчихи были там вообще тоже по 200 или по 300 тысяч якобы подписчиков и просмотров дофига. Они сделали декларацию, что они бедные и несчастные ничего не заработали. В общем, по ним обеим плачет налоговая полиция. Вы представляете? Особенно это живет в таком огромном доме за 500 тысяч евро. Еще там, когда 10 лет назад они были 500 тысяч евро, а сейчас еще дороже стали. С бриллиантами по 5 каратов с изумрудами. И все такое. Прикинулись бедными и несчастными. И взяли адвокатов бесплатных. Как-то называется. Альбади адвокатов бесплатных. Короче, это была, оказывается, правда, что кто-то мне в комментарии написал, что мой адвокат тоже работает и как бесплатный адвокат для малоимущих. И, к сожалению, оказалось по сертификату КУ, что я не, как раз не малоимущая, а наоборот, у меня хороший доход от зарплаты за год. Оказывается, если превышает. Малоимущими считаются те, которые зарабатывают в Италии до минимума, а максимум 11 тысяч евро в год. А если больше 11 тысяч евро, даже 11 тысяч 500, то ты уже богатая, считается, в Италии. Поэтому мне придется за своего адвоката еще раз платить. Еще раз у меня попросили денег за то, чтобы посмотреть, посмотреть, к чему привело, чтобы посмотреть досье в трибунале, к чему привели эти шесть или семь месяцев расследования. За это надо, оказывается, заплатить. В общем, девчонки, в конце концов, я уже моему адвокат... Что самое интересное, я у нее спросила, говорю, у меня же русскоязычный адвокат с боссом итальянской адвокатшей. Я и говорю, а как же так? Я же говорю, три года назад тоже была чуть-чуть безработная. Во всяком случае, когда меня вот начали травить в Ютубе жестоко, когда я заболела, попала в больницу, я в это время как раз была безработная. Получается, если я была безработной, значит, у меня никакого дохода сертификата КУНИ. Я была, Анастасия Филипповна. Вы помните, три года назад, когда я только начала работать во время пандемии, по-моему, я в 2019 году начала работать блогером. И получается, что тогда тоже у меня не должны были брать первый взнос деньги. Я уже где-то больше тысячу евро заплатила за то, чтобы начали расследование. Написали заявление карабинерам. Я не сама стала писать карабинерам, а написала адвокат, как бы. Более так, как называется, юридически правильно. Потому что лучше, когда все это делает адвокат. В общем, короче, получается, я у него спрашиваю, а почему? Говорю, вы тогда у меня взяли деньги вначале, если я тоже была безработная, а на тот момент я начала работать как раз-таки следующую работу в 2021 году, в сентябре. В общем, получается, девчонки, за адвокатов в Италии надо хорошие-хорошие деньги платить. Не буду говорить, какую сумму у меня попросили. Буду лучше молчать в тряпку. И получается, что продолжение следует. И, в общем, оказалось, что они обе малоимущие, поэтому наняли адвокатов бесплатных от государственных адвокатов бесплатных. Я не знаю, как это по-итальянски называется, термины юридические. А я оказалась обеспеченной, и я должна платить адвокату моему. Вы представляете? И она говорит, но если на следующий год, если вдруг КУ, этот сертификат УКУ будет меньше, чем 11 тысяч, то вы не будете платить как частное лицо обеспеченное, а будьте платить, не будьте просто платить. За вас оплатит, ну, за меня оплатит государство. В том смысле, что я в этом году уволилась с одной работы, и пока нашла другую работу, я была, опять же, безработной, скажем, некоторое время. Не буду говорить много. Ай, короче, девчонки, час от часу не легче. И чтобы посмотреть досье, что там вынес, какой приговор вынес судья, ой, какой раз не приговор еще, а расследование сделал судья, надо заплатить, а потом еще будет суд, наверное, судебный процесс на следующий год или в сентябре, сентября или в 2024 году. Тогда, если будет доход меньше, то с меня не возьмет адвокат денег, как сказала, написала одна комментатор, не знаю, не помню кто, что она является и еще и бесплатным адвокатом. Но я точно не знаю, это не точные сведения. Вот такие вот дела. А насчет того, что у меня скудное питание, скажу, у меня не скудное питание, у меня правильное питание. Я не хочу быть жирной, коровой 56 лет, я хочу быть стройной-стройной, поэтому я так питаюсь, у меня здоровое питание. Все, что делается с соусом, вот именно соус, оказывается, любой соус в любом блюде как раз таки и от этого жирнеют люди, выполняют, поэтому, который сам сын, сам сын-то написала, что я бедная, несчастная, ем только с мужчинами. Вкусную еду, естественно, я не буду дома готовить, тратить время на вкусную еду. Дорога.